Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы продолжаем курс практических работ университет и электротехника для неэлектрических специальностей. Тема нашей сегодняшней практической – это расчет цепей с последовательным и параллельным соединением RLC-элементов. То есть наша цель занятия – это ознакомиться с методами решения электрических цепей, содержащие RLC-элементы, то есть индуктивность, емкость и сопротивление. Вот первая наша задачка – определить показания Вт-метра. Соединение последовательно. Вспоминаем, что Вт-метр у нас только измеряет активную мощность, поэтому реактивная мощность у них будет равномерно. Активная мощность – это только сопротивление у нас. Соединение у нас последовательно, значит, ток будет протекать через эти два элемента, один и то же напряжение, 20 Вольт, сопротивление 4 Ома, индуктивность 3 Ома. И вот начинаем расчет. Мощность у нас равна и квадрат делен на R. Чтобы найти ток в этой цепи, необходимо, согласно закону Ома, у квадрат разделить на наши вот эти сопротивления. Вот R квадрат, XL минус XM. В данном случае XM у нас равен 0, поэтому данный элемент у нас может отсутствовать. И, соответственно, умножаем сопротивление на вот эти сопротивления. Начинаем все это подставлять и посчитаем. У меня получилось 64 Ватта. Далее. Закон изменения тока у меня равен 28,2 силы 314 Т плюс 30 градусов. Отсюда вам первое определить значение периода. Частота у меня будет Омега определяться как 2ПФ. Соответственно, частоту Ф я могу оттуда выразить из этой формули. Это будет Омега деленная на 2ПФ. А период у меня 1 деленная на Ф. Омега у меня 314. Поставляем сюда, делим и потом в оборот. Получаем Т равным целых 0,2 секунды. Следующий закон изменения тока. Дамо 14,1 синус 628 Т плюс 40 градусов. Пределить значение частоты. Также возвращаемся на данную форму. Это будет Омега равна 2ПФ. Отсюда мы выражаем частоту и получаем наше значение 100 лет. Омега в данном случае у нас равна 628 Т. Далее. Определить действие, сочнее значение, сочнее задание напряжения. Максимальное наше значение будет равное 141. Мы помним, что максимальное значение, если разделить на корень из 2, это будет наше действующее значение. Подставляем 141, делим на корень из 2 и получаем 100 лет. Вот так будут решаться наши задачки. Далее. Вспомним, чему равно помню сопротивление цепи. Вот данная схема. Оно у нас будет на конкурсе. Это равно R квадрат плюс Омега R минус 1 Омега Ц. Драть. Все это и под корнем. Далее. Определим входное сопротивление цепью. У нас параллельное соединение. На индуктивности у нас дана его реактивное сопротивление. Оно равно 6 Ом. На конденсаторе у нас получается реактивное составляющее будет 4 Ома. То есть, соответственно, у меня будет параллельное соединение. Поэтому я назову Z1. Это у меня будет индуктивность. Z2. Это у меня в конденсаторе. У меня получается Z1 умножить на Z2. И Z1 плюс Z2. Получается 4 умножаем на 4. 6 умножаем на 4. И 6 плюс 4. Будет 2,4 Омега Ц. Так вот, таким образом решается данная наша задачка. Далее. Определим активную и реактивную мощность цепи и значение общего тока. И если у нас равно 20 Ампер, то есть ток здесь в цепи будет находить на норму. У меня значение 20 Ампер. Потом у меня сопротивление 3 Ома. Здесь у меня реактивное сопротивление и активность 4 Ома. Общее напряжение 100 В. Мы вспоминаем, что активная мощность будет давать только сопротивление. Поэтому у меня, по-моему, воспользовавшись данной P равна и квадрат умноженное на R. 20 умножаем на 20 и умножаем на 3. У меня получается 1200 Вт. Далее у меня будет реактивная мощность, которую будут давать только реактивные элементы. То есть сопротивление реактивную мощность не дает. Подставляем и квадрат умноженное на X, и у меня будет 1600 Вт. Далее полную мощность будет. Это мощность C полностью цепи. Поэтому можно легко умноженное на I. То есть 20 умножаем на 100. И будет 2000 Вт. Вот так решается наша задача. То есть здесь надо помнить, что активная мощность дает только сопротивление. Преактивная мощность, только реактивные элементы, такие как индуктивность или ломкость. И полная мощность. Это просто мощность всей цепи. И можно только умножить на напряжение. И будет наша мощность. Вот как мы так, таким образом, мы решаем. Определим общий ток-цепи. Общий ток-цепи, если цены на 3, их резистоваяность последовательна, она должна получаться сопротивление на 3, реактивное сопротивление адаптивности 7, реактивное сопротивление на 1, 30 ум. Соответственно, напряжение приложено 20 мм. Мы воспользуемся нашей формулой Акуна-Умна. И форму U делим нам на Z. Соответственно, M будет L квадрат плюс XC минус XC квадрата. Подставляем все наши значения в данную формулу. И у меня получится 4 А. То есть в этой цепи у меня будет 4 А. Далее, чему равен звег фазы относительно напряжения? У от Т. Т у меня будет равна у максимальной синусу мега Т. В зажимах индуктивное сопротивление С на XA. То есть закон изменения на индуктивности. Что надо сделать? Для того, чтобы написать закон изменения тока на индуктивности, надо найти максимальное значение тока. Максимальное значение напряжения. Вот оно. И я умножаю его на I. Вернее, надо поделить. То есть у меня получилось максимально на максимальный ток будет прям пропорциональное напряжение, обратно пропорциональное на нашему сопротивлению. То есть вот мы делим друг на друга, получает какое-то значение максимальное. И максимально я записываю, потом синус, омега Т. Омега я беру вот эту, которую у меня дана. И минус Пи на А. То есть Фи будет у меня минус 90 градусов. Откуда это получился минус 90 градусов? Это говорит о том, что на индуктивности тока и напряжение не совпадают по фазе. Ток на индуктивности отстает на 90 градусов. Поэтому у меня получается здесь 90 градусов с минусом. На этом практическая работа подходит к концу. Задание на практическую работу у вас лежит в универе. И не уходи, вас скачайте и выполните данную работу. То есть сегодня мы с вами познакомились с параллельным последовательным соединением элементов Р и ЛЦ. Научились находить токи. Научились находить напряжение. Узнали, как написать закон изменения тока, если у нас известен закон изменения напряжения. Также мы вспомнили, как найти частоту период в данной схеме. Как найти общее сопротивление, если у нас Р и ЛЦ соединены параллельно. Также мы вспомнили про мощность цепи. Данная цепи, что у нас имеет виды три мощности. Это активная, реактивная и полная. Спасибо за внимание.